Друзья, всем привет, всем доброго времени суток. Сегодня у нас будет видео вот в таком формате, пока Бузова спит, пока Даву выписывают с больницы, пока происшествия никакие не происходят. Всё, что Мох выпустил уже сегодня, мы почитаем с моей физиономией. Кто не знаком, добро пожаловать на канал Гарик Талисман. Если вы ещё не подписаны, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, а мы почитаем интересную сегодня статью. Кеннеди заказал Хрущёв. Новая версия убийства. В США вышла новая книга об убийстве президента Кеннеди «Операция дракон. Секретная война Кремля с Америкой». Мир знает уже груду теорий убийств президента США Джона Кеннеди. Ну, как вы все, наверное, смотрели всякие конспирологические, как и я, всякие от РЕН-ТВ до таких более-менее серьёзных каких-то передач и книг читали, и знали, что много-много версий вплоть до чуть ли не рептилоидов. Новую версию подбросил посол Джейм Вулси, который руководил ЦРУ с 1993 года по 1995 год. Два года он поправил, и уже он выдвинул версию, якобы он что-то там вычитал где-то в каких-то тайных архивах. И генерал-лейтенант Ион Мехен Печепой. Бывшие исполнительные обязанности начальника шпионской службы коммунистической Румынии. Они написали эту книгу вместе, назвали её «Операция дракон. Секретная война Кремля с Америкой». Начинается, да? Ли Харви Освальд был агентом КГБ, который советский лидер Никита Хрущёв лично дал ему указание убить президента Кеннеди. Ну было-было, я не знаю, ребят, кому как, но я просто в этой теме, ну так как я конспирологию люблю, на другом моём канале Дневник Человека мы обсуждаем вот такие темы, и там тоже у меня когда-то год назад выходила конспирологическая вот история про убийство Кеннеди, кто и что, и как, и почему, кто за этим стоит. И сейчас вот это читать, и это вообще спустя столько лет, да, якобы его заказал Никита Хрущёв. Вскоре после этого Советы изменили своё мнение, и Освальду велели отказаться от этого плана. Но Освальд, питая слепую любовь ко всему советскому, отказался отписываться от этого заказного убийства, и якобы он уже действовал сам по себе. Доказательства. Авторы утверждают, что все доказательства, подкрепляющие их версию, содержатся в 26-ти тонном докладе комиссии Уоррена президентом комиссии по расследованию убийства Кеннеди. Но поскольку большая его часть закодирована, до сих пор никто не понимал их значение. Якобы вот сейчас, знаете, ну как всегда там 50 лет, в какой-то стране 40 лет, в какой-то 60 проходит и рассекречивают информацию. И якобы сейчас эта информация начинает рассекречиваться. По словам авторов, СССР завербовал Освальда в 1957 году, когда он служил в морской пехоте США в Японии. После нескольких лет работы на Советский Союз в секретных миссиях. Это было-было, но Освальда завербовал, не знаю, ну пишите свое мнение в комментариях, правда это или нет. Кто как что думает, может, ну такая версия имеет ли право быть. Включая собирание, сбор, предоставление информации, которая позволила им сбить американского пилота Гэри Пауэрса в 60-м году, а в 62-м году ему было поручено самим Хрущевым лично начать подготовку к убийству президента Кеннеди. Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы совершить покушение на президента Кеннеди, которого Хрущев стал презирать, говорится в книге. Освальд получил советскую жену и отправился обратно в США в июне 1962 года. По утверждению авторов, где-то между июнем и апрелем в 63-м году Советы изменили свое мнение и отозвали задание. Но Освальд, однако, был слишком фанатичен, как уже сказали, 10 раз здесь повторяется, и все-таки решил довести свое дело до конца, так как он был предан Советскому Союзу. Слабая аргументация, как во всей нормальных статьях, должны быть какие-то доводы, и вот здесь описывается. Авторы не приводят никаких доказательств подтверждения приказа об убийстве или приказа изменить курс. Зато они предлагают доказательства часто в форме писем встреч Освальда с агентами КГБ и других приготовленцев. Странное такое выражение. Короче, все, кто готовились, описываются их те письма, предоставленные в этих документах, в тоннах, там тонны-тонны документов этих, где описывается, как и с кем он встречался, куда он перемещался. Ну, якобы описывается здесь, что это правда. Другое письмо датировано 9 ноября того же года, то есть всего за две недели до убийства Кеннеди было написано, после того, как Освальд вернулся из поездки в Мехико, он ссылается на встречу с товарищем Костыном, который авторы называют Валерием Костиковым, опознанным как сотрудник 13-го отдела 1-го главного управления КГБ. Итак, друзья, как вам такая версия? Хрущев заказал Кеннеди. Пишите ваше мнение в комментариях. С вами был канал Гарик Талисман ТВ. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok